Ах, славно я сегодня потрудился. А теперь пришло время отдыха. Зырк. Принцесса? Эй, ты что удумала? Я пришла провести с тобой тренировочную пижамную вечеринку. Тренировочная пижамная вечеринка? А как насчёт упомянутого вами жениха? В жепу. Прости. Рот мне наоборот. Срочно беги за яйцами. И теперь я должен их покупать! Бежать. В такую жару осталось 20 минут. Прости, яйца не ждут. Стоп! Что? А можно спросить? Да. А монстры на тебя по пути не нападали? Нет. Мне повезло. Никаких монстров я по пути не встретил. По пути встречались только дикие звери. Гигантская саранча и огнедышащие ящеры. Это и есть монстры. Причём довольно опасные. Ну что вы. К дыму. Даже я могу отличить монстров от животных. Монстры обычно говорят... Этот мир будет принадлежать мне! Это владыки демона! Как сильно она тебе нравится? Ну, она для меня номер два во всём мире. А кто номер один? Знаешь... Кто? Говори, скорей! Но... Ты... Братец! Да как можно спокойно такое говорить? Но отказ ни в коем случае не изменит моей любви. Ой, я... Мам, интересно, какое там здание? Я-то любому обрадуюсь. Главное, мы сможем хлеб печь. Ну вот, смотрите, наша скромная обитель. Маленький мини-магазинчик. Что-ооо? Только я ни разу не целовалась, поэтому изобразить не могу. Ни разу? Но хочу, чтобы вышло, будто по-настоящему. Послушай, Митски. Целуются только с любимыми. Но я тебя люблю, Харуки. Вот же ж. А не с роднёй, понимаешь? Просто практика. Всё равно. Ты хочешь, чтобы твой первый поцелуй был со мной? Ну, мы же родственники. Так значит, родне можно? И всё путём? На закуску морскую лечь с укрой. Вау. Суп из золотистого консомы. Изумительно. И главное блюдо – жареная свинья. В сопровождении целой жареной коровы. И жареного слона. И целого жареного неизвестного существа. Пожалуйста, съешьте! Девушки, хозяин не может съесть так много сразу. А да, вы правы. Хозяин, вдохните и выпейте немного воды. Будем плавать. Мне конец. А, точно. А что не так с плаванием? Лучше, чем марафон бегать. Всё не так. Они же всё увидят. Что значит «всё увидят»? Что мне с этим делать? Иногда я путаюсь. Ты либо очень крутой, либо очень-очень тупой. Нино! Я не сдамся! Ведь мы были вместе в ночь фестиваля. Просто не спеши с выводами. Сделаем это ещё раз. У тебя дома. Дай мне ещё один шанс. Я ещё многому могу тебя научить. Нино! Обещаю удовлетворить тебя. Идиот! Остальные всё не так поняли! Вы поддались первобытным инстинктам, подобно насекомому, летящему на свет. Поведение, которое демонстрирует старшеклассник, когда хочет приударить за понравившейся девушкой. Ничего подобного! Неужели? Конечно нет! О чём вы? Уверены, что нет? Меня интересуют только мускулистые мачо! Правда? Это хорошо. Я перепела, голова раскалывается. Спать! Мы приказали разбудить вас в этот час. Прошу прощения! Я Уису Герен. Должность... Своейский! Высшенос! Ну, это всё, что я сейчас могу для тебя сделать. Спрайта! Резинка лопнула. О, точно лопнула. И как это могло произойти? Меня не спрашивай. О! Ну, да ладно. Готовы фотографии с нашего выезда. Они размещены на доске объявлений. Выпишите номера тех, что хотите купить, и передайте записи мне, ясно? Хорошо! И хотя вам будет неловко, обязательно возьмите фото своих возлюбленных. Не бойтесь, ваша учительница ни за что не выдаст, кто чьи фото купил. Что за чушь она несёт? Я Чихару отвечаю за уборку. Привет, познакомец. Какая милая! Чихару парень. Какое лоб. Я сам тебя спросить хотел. Ты чё тут одна на двадцатом этаже делаешь? Тем более в таком странном прикиде. Ты себя-то видел, чудик? Это мой способ самовыражения. Я типа одинокий грибочек. Вы знаете Розы? Да, она берёт руки балета у моей мамочки. У неё отлично получаются повороты. Шикарная отмазка. А, и ещё. Она мастер балетного кэмпа, прикрывается студентка-днюп. На ночью мрачный каратель, который сражается со злыми организациями. Вообще не туда поехал. Одни. Двое подростков противоположного пола под одной крышей. Прости. Куси, это мои... Подожду. Прости. Всё в порядке. Не беспокойся. Они нас сразу... Вы же нормально живёте, а? Ну, конечно. Тогда ты не против, если мы сейчас поедем к вам домой? Э, что? Ну... А, точно, у нас там слегка не убрано. Не волнуйся. Теперь я спрошу тебя ещё раз. Найка, вы оба действительно будете в порядке? Ну, конечно. Если он увидит, что там внутри, мы пропали. Мы с моим парнем поклялись друг другу, что всегда будем вместе. О чём это вы? Я нашла себе нового парня. Мой парень увидел меня совершенно голой. Надеюсь, он возьмёт на себя ответственность. Это же была случайность! Неудивительно, что она сказала мне расстаться с тобой. Она думает, что я извращенец. Может, кто-нибудь объяснить, что происходит? Сестра не купалась с ним на горячих источниках. Это был я. Получается, что... Всё не так! Матрас у нас уже лежит, да. Но в шкафу есть ещё второй для цукасы. А, спасибо. Хотела сказать. Мы будем спать в соседней комнате. Что? Ну да, я знаю. Здесь нормальная звукоизоляция, но я бы ей не доверяла. В общем, не перестарайся. Что случилось? Без понятия. Она сказала, что в шкафу есть второй матрас. Я понял. И если сам ты нуждаешься, должники твои да помогут себе. Помогут. 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 Ты что, хочешь, чтобы я опять всех обзвонил? Братик. Пожалуйста. Так и быть. Беру всё на себя. Поехавший. Знаменитый план оставить двоих наедине и Звон Стар. Когда они окажутся в тесном пространстве, то это приведёт к сцене Звон Стар, который улучшает отношения. Наедине в повозке. Момент прощания всё ближе. А значит, произойти может только... Они спят? На этой неделе принцесса-заложница совершила 14 эпизодов вандализма, 22 случая кражи и 18 случаев насилия в отношении демона. Ты хоть догадываешься, что я сейчас хочу с тобой сделать? Ну что вы, инструктор! Я догадывался о ваших чувствах, но постыдились бы при всех. Инструктор сейчас очень хочет тебя кастрировать. За что так жестоко? А если я ваши сиськи потрогаю, вы меня простите? Слушай, мелкий козёл, ты во мне сейчас ничего не замечаешь? Здесь и сейчас. Опа! Так вот, куда было нужно её атаковать. Сыпался, курищик малолетний! Эй! Ништяк Сахамото! У меня только круглые выходят! И как ты это делаешь? Поделись секретом! Не зря же я с курева на пузырики переходил! Продолжение следует для вас. Текст читали Кубик, Лимонка и Лёлик Тайм. Таймин для вас всё это Вайлет. И прочитаю вам стих Майковского, раз уж нас разрешён мат сегодня. Чувства в кулак, волю в узду, рабочие, работа, не оха, не ад. И выполнил план, посылай всех! А не выполнил сам Единый. Увидимся в следующей серии. Пока!